Я очнулся на площади Весь в поту, сердце бешено стучало, восходящее солнце пекло невыносимо Хотя, судя по всему, было не больше шести-семи утра Что за чертовщина со мной произошла? Зловещий пионер, что это было? Это был ты! Ох, вообще во всё что угодно Так почему же ты не веришь в то, что это был ты? И я пригляделся и узнал вожатую Значит, ты опять за своё, грозно сказала она, нависнув надо мной Пришлось вставить с лавочки и отойти на шаг Я уже думал, что вчерашний случай просто случайность А ты... у меня просто нет слов, чтобы вот так с девочкой поступить Ты о чём вообще? Какая девочка? Чё тебе надо от меня? Вожатый выглядел как обычно, это меня успокаивало Отвечай, чё молчишь? Думаешь, в этот раз удастся так просто отделаться? Да я в милицию позвоню, да я до секретаря Всесоюзной Комсомольской Организации дойду Так пыхтело, что даже покраснело и начала задыхаться Чтобы в моём лагере Да я, да я тебя Такое поведение меня ничем не удивило Однако мне было не по себе Потому что в памяти всё ещё всплывали события прошлой ночи Оставляя после себя гнетущее, болезненное ощущение Сродни стыду за совершённое в хмельном угаре Самое странное, что мне было наплевать на вожатую надрывающую всего лишь в метре от меня Помолчи уже, а? Оля, орёшь как на пожаре Чё ты вообще знаешь о проблемах? Думаешь, у тебя тут проблемы? Пионерку чуть не изнасиловали, беда беда ЧУТЬ? Так я не изнасиловал её? День впустую Вообще дищ Хочешь, я расскажу тебе, что такое настоящие проблемы? Не в твоём выдуманном мирке Ну у тебя, только время терять Того самого времени у меня всегда предостаточно В голове вдруг стрельнула страшная мысль А что если теперь всё всегда будет так? Что если я навсегда потеряю контроль над этим миром и любая пионерка сможет безнаказанно плевать мне в лицо, вожатый отчитывать, словно я какой-то электроник. Ведь это же хуже смерти. Ладно, пора мне. Бросил я еще не отошедший от шока вожатый и направился, куда глаза глядят. В лес! Давно перестал понимать концепцию смерти. Если я исчезну, я все равно переживаю вновь и вновь. Потеря власти над миром, неизвестность впереди. Это еще хуже судьбы любого обычного человека. Их жизнь — это игра с невеселой концовкой, без возможности сохранений. А моя жизнь — игра без концовки, но с возможностью сохранений. С автосейвами я бы назвал такую жизнь. Если бы просто сбагованными автосейвами. Если бы просто вспомнить, каково это — быть обычным человеком. Наверное, они бы назвали это адом. А в данный конкретный цикл, где меня унижают даже бездушные куклы, это его последний круг. Я готов был сойти с ума, если бы я мог сойти с ума. А все эти мысли, что я так тщательно отгонял от себя, вдруг нахлынули с новой силой. Появились давно забытые чувства. И кто же в итоге оказался прав? Я всегда убеждал себя, что прав я, а не они. Потому что я жив, а они исчезли. Погнались за пустыми иллюзиями. Но это ведь они исчезли, а я остался. И кому в итоге лучше? Хе-хе-хе. Рядом раздался уже знакомый смешок. Похоже, сегодня ты кое-что понял. Я знаю, кто ты. Мой голос звучал спокойно, но сердце бешено стучало так, как никогда прежде. О, правда? Интересно было бы послушать. Ты такой же, как я. Ты пионер из другого цикла. Но ты же всегда думал, что других не осталось после того, как Семен уехал на автобусе в тот раз. Ты думал, что теперь ты один во всех этих бесконечных лагерях. Я мог ошибаться. Ты ошибаться? Да ну, не может такого быть. Короче, что тебе надо? Просто поиздеваться пришел, как я раньше делал. Ты это так говоришь, как будто чувствуешь себя виноватым. Не чувствую я себя виноватым. В любом случае, это не твое дело. Ответь мне на вопрос. Может, ты прав. Пионер на секунду задумался. Хотя грешно над убогими смеяться. И мне вдруг отчетливо захотелось сбить эту мерзкую хмылку с его лица. В конце концов, тварь я дрожащей или право имею? Кто ему позволил наводить свои порядки в моем мире? Убирайся! Заорал я. Вскочилось, что из силы макнул кулаком в его сторону. Однако рука пролетела сквозь дымку, растворившуюся в воздухе. А я потерял равновесие и больно упал на землю. Вот так-то! Вот тебе и бойцовский клуб. Когда боль слегка отступила, почудилось, что кто-то стоит рядом. Действительно, из кустов выглядывала маленькая нахальная пионерка. Так тебе и надо, она обказала мне язык. Со своими сверстниками, небось, не такой смелый. Да ты! От неожиданности я даже забыл, что хотел сказать. Тебе вообще не удивляет, что на твоих глазах человек просто растворился в воздухе? Ну, всякое бывает. Может, это фокус какой-то. Да и какая разница? Главное, что ты свое получил. Больше эти оскорбления я был сносить не намерен. Я резко вскочил и бросился к ней. Однако девочка ловко бежала между деревьями, в то время как мне приходилось тратить драгоценные секунды на то, чтобы уклоняться от хлещащих по лицу веток, торчащих кочек и невидимых овражков. Уж мог бы научиться бегать-то за бесконечность! Я на второй день все статы в GTA Online прокачал, а ты, набив пару шишек и расцарапав кровь руки, я все-таки догнал ее на площади. Ну что, все-таки ты не такая быстрая. Это тени от всяких полудурков бегать. Отпусти, отстань, плакала пионерка. Нееееет! Что такое? Сильный удар в спину, перед глазами все плыло, земля начала приближаться с огромной скоростью. Меня вырубили лопатой какой-то! Так ты и малолетками не брезгуешь! Ах ты тварь, она меня избивает! Так его, так, эй! Я сейчас встану и убью вас нахрен! Закрыл руками голову, она меня ногами, что ли, бьет? На земле? Теперь ты не такой крутой! Ах, и Мику подключилась! Нифига, они коллективно забивают меня до смерти! Я уже был готов потерять сознание, но собрал последние силы в кулак, приподнялся на локтях и откатился на несколько метров в сторону. Кровь заливала глаза, поэтому толпа пионеров, избивающих меня, слила сплошное красное месиво. Это, конечно, не самый лучший способ воспитания, но, думаю, что вполне действенный. Непонятно откуда донесся ехидный голос вожатой. Вы что делаете? А ну хватит! Меня избили девчонки. Ты читал, Дон Кихота? Женя сидел рядом, весело болтал ногами. Да, но плохо помню, о чем там. Ветряные мельницы же, все твои истории, как борьба с ветряными мельницами. Я бы сказал, что это крайне и не к месту приведенная аллегория Жени. Даже если мельницы и нет, обязательно ее построишь, надо с чем-то бороться, говоришь, будь ты мазохист, разве не мазохист? Что бы ты делал без нее? Да нет, судя по его рассказикам, он больше на садиста похож. Это вещи невзаимозаменяемые. Мне почему-то кажется, что люди не меняются ролями в подобных увлечениях. Ой, что же ты? А если кто-нибудь увидит? Давай соси. Не волнует меня это. О чем это я? О ветряных мельницах? Да... То есть нет, я имел в виду, что ты никак не можешь угуманиться. Поехал бы, как все нормальные люди, тогда на этом автобусе. Соси! Не встретил бы тебя тогда. А то ты раньше меня встречал. Все, Славя, Лена, Алиса. Обиделась она. Ну вот, получается, я все сделал правильно. Да ну тебя, тоже мне альфа-самет с гаремом. Хватит уже о прошлом. У нас вся жизнь впереди. Я вообще не понимаю, у меня есть выбор какой-нибудь? Я сижу и просто жмякаю на пробел. Тут есть варианты? Это же, ну, DLC. Тут должно быть что-нибудь клевое. Вон, DLC, Бладбэ в Кавказе. Месть Хованского. Там можно бегать. Ларина застрелить. Босс Сэм Никель есть. А тут что? Я сижу и просто пробел шуму. В лицо хлынула холодная вода, и я с трудом открыл заплывший гематомый глаз. Надо мной склонился пионер. Опять ты? Что, они меня не добили, так решил помочь? Не томи! Где-то в глубине души я был даже рад о таком развитии событий. Наконец-то этот сломанный и замкнутый круг разорвется. Да нет, ты все не так понял. Я, я не он. А кто тогда? Мне было уже наплевать. Вот бы сейчас умереть, завершив этот виток, и отправиться на новый. Наверное, я не так сильно не хотел, чтобы бесконечные циклы моей жизни продолжались. Главное, чтобы все подчинялось знакомым издавна правилам. Ты как будто не понимаешь, что над римом произнес пионер. В эти игры я больше не играю. Че, вы решили поставить меня на место того идиота? Это что, какая-то игра? Я для вас кто? Нуб зеленый? Ну только не на моем сервере, черт возьми! Попытался встать, но от боли лично стонал и привалился к стоящему рядом пеньку. Хотя, если предстоит провести в этом чертовом цикле еще пять с половиной дней, очевидно, придется идти на некоторые компромиссы. Ладно, мне все равно кто ты и зачем ты здесь, но если действительно хочешь помочь, я не откажусь. Если он на самом деле тот, кем хочет казаться, то помощи от него ждать можно. Да, конечно! Тогда принеси-ка мне попить. Пионер быстро вскочил и скрылся за деревьями. Неужели в столовую побежал? Дурной какой-то. Время тянулось предательски медленно. Телефон я потерял, то ли во время драки, то ли раньше, так что не знал, сколько прошло времени. Но в любом случае, пионер должен был уже вернуться. Раны нестерпимо болели и, похоже, у меня начала подниматься температура. Неужели заражение? Можно же умереть? Да хоть бы они меня там забили насмерть. Так нет, ведь надо лежать и ждать конца в мучениях. А ну погодите! В следующий раз я вам покажу, я вам всем покажу. Страх смерти для меня перестал существовать просто потому, что бояться можно чего-то, что пугает. А в моей ситуации смерть являлась бы избавлением. Но я верил в это с трудом. Скорее в следующий раз все повторится. Это значит, что придется драться. Придется бороться за себя, за свою жизнь. Так же, как и в первые разы. Сделать все, чтобы не стать нытиком и сопляком, как тот. Я с трудом поднялся на ноги и поковырял в сторону лагеря. Убью их во сне. Стоило, наверное, спросить пионера, что случилось после того, как я потерял сознание во время избиения на площади. Может быть, они меня ищут? Или думают, что я уже мертв? В любом случае, надо быть осторожным. Сейчас мне, конечно, пригодились разнообразные навыки, которыми я овладел за время, проведенное в этих витках. Только вот боец из однорукого и одноногого калеки не кудышный. На первый взгляд, площадь выглядела пустынной. Ни пионеров, ни птиц, ни белок, обильно населявших лес вокруг лагеря. В воздухе звенела опасная тишина. Как засада, чувак. Это засада! It's a trap! Если бы все было так просто. Однако, я не мог так просто стоять и ждать. Нужно добраться до медпункта, промыть, перевязать раны, выпить обезболивающие, антибиотики. Ага. Водоньку ты выпил уже. Угу. Я почти зашел до медпункта, как вдруг услышал шорох. Это не животное или птица, это человек. Однако, я хорошо понимал, что озверевшие пионеры прятаться не будут. Они теперь действуют в открытую. Не знаю, кто там засел, но лучше бы тебе выйти, а не то что. В таком состоянии я вряд ли представлял большую угрозу, чем хоть та нахальная маленькая девочка. Это всего лишь я. А, Леночка, ничего себе, спросил я саркастично. Одна? Где же остальные? С тебя одной хватит. Нет, я могу идти, если мешаю. Оставайся, хуже не будет. Чет наводился с замком. Конечно, мне не сложно было вскрыть его хоть зубочисткой, хоть спичкой, но то со здоровыми пальцами, а мои были все в гематомах и ссадинах суставы через один выбиты. Самое сложное действие, что под силу мне сейчас, это держать пионерское знамя и лениво размахивать им над головой. Самое все дурное занятие, но местные пионеры могут меня заставить делать и такое. Может, я помогу? Чем? Моральной поддержкой? А у меня вот, замолчала она на полусловие, протянула связку ключей. Откуда? Да я не ожидал подобного, но особо не удивился. Было не до того. Взяла у Слави. Ах, ты какая умничка. Смотрите, она влюбилась в плохого парня. Видите, даже насильники найдут шкуру себе в конечном итоге. Но только не ты, дружище. Вот так просто, хочешь сказать, она их отдала, даже не спрашивая, зачем они тебе. Ну, я сказал, что плохо себя чувствую, но не хочу ее отвлекать, поэтому могу сама сходить в медпункт. Да уж, отличие от маска, хитрость, лукавство и притворство. Говорят, что за каждым... Она тоже, походу, настоящая. Вспомнил про вторую пачку космоса, подаренную пионерами. Сигареты оказались изрядно помятые, но мне все же удалось найти парочку целых. Ладно, ключи мне действительно не помешают. Это ты хорошо придумала. Спасибо. Еле заметно улыбнулась девочка. Вдруг она и правда не прячет нож за спиной? Хотя откуда вообще такие мысли? Презумпция невиновности никогда не работала в этом мире. Я теперь самым правильным буду считать всех окружающих вражеподобными. Априори. Я внимательно оглядел девочку с ног до головы. Что, со мной что-то не так? Да вот даже не знаю. Это ты мне лучше скажи. Так все с тобой или не так? Я тебя не понимаю. Пионерка явно смутилась и расстроилась. Ну ладно. Хотя она не притворяется хорошей. Стоит это использовать. Самому негнущимися руками будет проблемат... А, пока она хотя бы притворяется хорошей. Ладно. Господи, да брось, не будет тебя никто резать. Походу, это не кукла Лена, а настоящая Лена. Сгромодился я на кушетку. Попытался я снять рубашку. Ооо, Леночка помогает. Да мне прямо сейчас перепадет. Слева и справа в районе живота ужасающими синий-красными подтеками рдели синяки. Наверное, я сломал несколько ребер. А может, наоборот, лишь несколько остались целыми. Каждое движение отдавалось резкой болью внутри. Ииии! Поаккуратнее нельзя! Извини, Вано. Пионерка уже слишком ревнивая. А, ретиво начала меня раздевать. Наконец, я остался в одних шортах. Сейчас, сейчас! Надо йодом смазать, продезинфицировать. Ну да, чтобы я похож стал на бурого медведя. Давай-ка перекисиво. Лежит в ящике. Пионерка не стала спорить. Впрочем, что перекись, что йод сжет одинаково. Мне пришлось приложить нечеловеческие усилия, чтобы не заорать. Больно? Как ты думаешь? Сквозь зубы прощупел я. Пионерка начала забинтовывать меня. Каждый раз, когда я приходилось перехватывать бинт с другой стороны, она практически вплотную прижималась ко мне. Ну вот, с чувством выполненного долга, сказала она. Переигрывает. Понеслось у меня... Пронеслось у меня в голове. Да, так получше. Не то, чтобы я действительно чувствовал себя лучше, а скорее увереннее, что уже завтра я буду почти здоров. Однако, то будет завтра. Я бы пытался встать, чтобы дойти до шкафчика с лекарствами, но у меня неожиданно закружилась голова, и пришлось снова сесть на кушетку. Принеси мне анальгин и... Ну это... Неужели я действительно забыл содержимое местной аптечки? Поднес руку к колбу, он горел. Что-нибудь от столбняка, я не знаю, там написано, есть инструкция. Девочка засуетилась, вскоре принесла мне горсть разноцветных таблеток. Это что, как ты и просил? Конечно, я рисковал, но хуже бы от этого уже явно не было. И водичкой бы запить. Проглотил таблетки и с трудом растянулся на кушетке. Пионерка села на стул и выжидающе смотрела на меня. Что же ей надо-то? В конце концов, неизвестность утомляла. Просто хотел спать, отключился и хоть на какое-то время забыть об этом безумном мире. А еще лучше проснуться в другом. А она, как сейчас, как в законопослушном гражданине, окажется, что накачала меня, типа, транками, от которых я не могу двигаться. И, короче, вколола мне адреналин и будет сейчас мне, типа, веки отрезать, всякую херню творить. Долго ты планируешь вот так сидеть? Если мешаю, то могу уйти. Нет, не мешаешь. Вдруг в голове родилась шальная, но при этом не лишенная смысла идея. Даже можешь помочь? Пионерка вопросительно посмотрела на меня. Возьми вон ту баночку. Показал я на нужное лекарство. А теперь набери оттуда полный шприц. Нифига. Морфием каким-то решил поставиться. То есть ты это серьезно? Лицо уже не горело, а голос звучал даже неудивленно и испуганно. Вполне. Ты точно не в своем уме. Че такого-то? Уж в крайнем случае через пару дней новый виток. Никто об этом и не вспомнит. Я вспомню. Этого должно быть достаточно. То есть твой ответ нет? Мой ответ. Хватит надо мной издеваться. Она пыталась встать, но я крепко схватил ее за руку. Эй! Вместо того, чтобы попытаться вырваться, Женя засмеялась и крепко прижалась ко мне. Ты точно не шутишь? А что если мы все-таки выберемся отсюда? Ты давно об этом не говорила. Не говорила, а вот теперь говорю. Если в реальном мире ты рассчитываешь забыть и притвориться, что ничего я сейчас не говорил, то... А, ясно. Он сказал ей, что любит ее, походу. Да-да-да. Мои слова искренние. Все такое... Начинается. Удобно признаваться телкам в любви в вымышленном мире? Типа 7 дней, а они забывают обо всем. Такое, знаете, рай шкуровода. Что тут внезапного? Как давно мы знакомые? Потерял я счет виткам. Я считаю... Крепче обняла меня Женя. Ну, очнулся я с Леночкой. Привет, Ленусь. Наполнила шприц. Где-то видно, что пациент сам себе уколы делал. Я ведь не умею. Да ничего сложного. Для меня в этом мире все-таки существовало одно единственное табу. Это самоубийство. Я был готов и даже хотел умереть от рук обезумевших пионеров или от смертельной инъекции, наложить на себя руки. Почему-то мне казалось, что нельзя, и я даже сам толком не мог объяснить, почему никогда не пытался проверить. Возможно, всему виной страх неизвестности, который с новой силой захватил меня в последние сутки. Как бы то ни было, я был уверен, что если меня убьет кто-то другой, я тут же очнусь в новом витке, но уже готовый ко всему. Проблема только в том, что эта девочка явно не собиралась мне помогать в добровольном уходе из жизни. А вдруг я что-то не так сделаю? Лучше медсестру позвать. Я сейчас, я быстро. Только медсестры нам и не хватало. Подожди! Схватил я ее за руку. Не бойся. Делал сотни раз, тебя научу. Нет ничего сложного. Сначала возьми жгут. Хотя, нет, зачем я жгут? Он же нужен, когда кровь берут. Ладно, не бери жгут. Пионерка положила жгут на стол рядом со мной. Я отвел в сторону левую руку, чтобы ей было удобнее. Может быть, все-таки не стоит? Да я даже ничего не почувствую. Ее руки дрожали, и глаз скакал из стороны в сторону. Если промахнется мимо вены, будет нездорово. И так-то и в тоназе лекарствами из советской аптечки сомнительное удовольствие. Не смотри на меня так, вдруг сказала девочка. Да как я на тебя смотрю? Не отвлекайся. Я так не могу. Ну, начинается. Обреченно вздохнул я и отдернул руку. Ладно, забей. Просто посплю и завтра буду в норме. Когда будешь уходить, не забудь выключить свет и закрыть дверь. Девочка покорно направилась к выходу, но замерла на полпути. Да, тебе правда очень больно? Смотрите, как она... Телкам-то нравится, когда с ними как с грязью. Да-да, иди, дверь закрой. И сразу же такая... Ой, может тебе член пососать? Если ты закроешь глаза... Мне будет так проще, будто ты спишь. Улыбнулась она одними глазами. Хорошо, давай закрою. Как будто бы ничего страшного. Партнерка подошла ко мне и взяла шприц. Ну, давай-давай. Закрыл глаза и в ту же секунду в мозгу стрельнула мысль. А почему я вообще так ей доверяю? Ещё полчаса назад, стоя на крыльце, я думал совсем другое. Что-то придавило меня к койке так сильно, что я не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Вот тварь! До мной нависла пионерка, держащая в руках жгут. Ага! Ещё мгновение он крепко затянулся вокруг моей шеи. Понятненько. Лена ни на секунду не менялась. Она такая же. Если даже это и смерть, к которой я стремился, то ведь не так. Не удавить же меня жгутом. Пионерка давилась всё сильнее. У неё на лице застыла гримаса безумия. Рот оскорился. Ох, узнаю, Ленка! Ленок, Ленок! Ага. Кислородное голодание. На веках с внутренней стороны остаются отпечатки её безумной гримасы. На краю сознания слышат так распахнутые двери. Дьявольская пионерка ослабляет хватку. И вот уже надо мной нависло лицо другой девочки. Пойдём, скорее! Кто-то помог мне подняться. Я опёрся на кого-то и покулял прочих в медпункты. Так и чё? Типа, Славя хочет продолжать меня мучить. Не доверяй ей, братан! Лучше убей их всех! Они тебя явно подвели, чувак! И мы возвращаемся к бегу, который был. Чувак, это Кидалова! Я тебе говорю, они все в сговоре! Она ж тебе пощёчину отвесила, она не стала бы тебя спасать! Хотя, может... Нет, 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 она явно не любит насильников. Я думаю, что тут, типа, фишка в том, что не Славя, как... Типа, та Славя, которая была с Семёным, не любит насильников. Не Славя, как вообще никакая женщина не любит насильников. Мне почему-то так кажется. То есть, если среди мужчин есть люди, которые, возможно, излишне толерантно относятся к этому преступлению, то и среди женщин, как мне кажется, все мнение довольно едино. Угу, я терял сознание, она меня вела, я опустился на землю, осмотрелся, та же поляна, какие-то адские круги я сегодня нарезаю. Попытался я усмехнуться, но тут же закашлялся. Тыльная сторона ладони была в крови. А, это из-за того, что она душила меня походную флягу, сделал несколько глотков, посмотрел на свою спасительницу. Вроде та же знакомая девочка, только что-то убивалась из её привычного облика. Улыбка этой пионерки шла больше, чем выражение холодной решимости. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зря ты попил, Семён. Маньячки в медпункте. Теперь нужно быть собранным до конца. Невыносимая боль во всём теле и головокружение не давали сконцентрироваться даже на миг. Да что тут? Тихо, не надо говорить, тебе станет хуже. Я всё знаю. Я всё знаю про тебя. На самом деле, я тоже настоящая. Какая-то к чёрту настоящая, мы уже встречались вчера, ничего настоящего в тебе я не заметил. Вновь откашлялся кровью. Это опять какая-то ваша шутка, продолжил я тише. Нельзя просто так убить меня, да? Надо помучать, поиздеваться, хотите, чтобы я сошёл с ума? Тут я понял, что всё это уже было когда-то. Только сейчас наши роли поменялись. Нет-нет-нет, всё не так, ты неправильно понял. Вчера ты разговаривал не со мной, что я объясняю, боже мой. Будто ты сам не понимаешь, нахмурилась пионерка. Будто ты своих копий никогда не встречал. В её словах совершенно определённо была логика изъян, которую у меня сходу найти не получилось. Ну, допустим. Зачем тебе всё это? Помогать мне, потому что ты такой же, как я. Настоящий! Разве это не естественно? Разное место ты не поступил бы так же. Если бы она только знала, как я поступал раньше. Ну, вдруг она не врёт. Ведь я же встречал в этом мире других людей, кроме себя. Спасибо, если так. Пионерка ничего не ответила, решила гнувшись. Но я всё-таки не понимаю, как тогда ты... То есть я тысячу раз встречал тебя, и все они были ботами. Сложно объяснить, да и некогда. Ну, отличная отмазка. Ага. Я не одна. Скоро мы выберемся отсюда. В смысле, из этого витка в новый? Нет. В смысле, вообще из этого лагеря? Как так? Расплылся я в глупые ухмылки. Даже сама идея о том, что из этого места есть выход, уже давно казалась мне абсурдной. Только не говори, что хочешь остаться тут навсегда. Я вообще-то и так тут всегда. Моё дело предложить. Нет, подожди, ты меня не поняла. Почему, собственно, не так? Неужели я действительно готов вернуться в реальный мир? Сейчас он для меня чужд и враждебен, ведь мой дом теперь этот лагерь. Но дом этот лежит в руинах. Разграбленный и сожжённый. Смогу ли я отстроить его заново? Да, ну и что же ты тогда хочешь? Хорошо, но как? Ты же не предлагаешь мне просто поверить тебе на слово. Если ты действительно понимаешь мою ситуацию, ты не откажешься объяснить. Хорошо, но не сейчас. Надо убедиться, что за нами нет погони. До какой погони? Пионерка не слушала меня и через секунду скрылась в бушующей лесной зелени. Просто отлично. Ох, опять воспоминания о Жене. Не умею шить. Упущение со стороны хорошей хозяйки. Из чего собрался кольца делать? Или просто проволоку из каточки индуктивности на пальцах? А, они решили пожениться прямо в этом лагере. Понятненько. Не просто в любви он признался. Оборудование, не найти ювелирных инструментов. Подготовить все необходимое за неделю я бы не успел. Если бы не кружок кибернетики. Если перебрать значительную часть хранящегося там оборудования, по золотой на два простеньких кольца вполне хватит. Ох, понятно, понятно. Сюрприз. Даже если так смутилась Женя, то через неделю они исчезнут. Ты же знаешь, что не получится ничего забрать с собой. Ну и что? Что для тебя важнее? Два куска металла? Или... Да нет, конечно же нет. Но раз мы планируем делать все как у людей, то и платье Женя сверкнула глазами из костюма не было особых проблем. Я точно знал, что как минимум у нескольких парней в лагере есть брюки и пиджак. Вроде бы даже темно-серого цвета. Летнее платье тоже бы неплохо смотрелось на Жене, но в конце концов, это же была ее идея, которой она ожидаем... А, понятно, вот оно в чем дело. Она не умеет шить, поэтому... Она типа... Используй тюль. Ты серьезно? Я уже надоел. Да, в занавеске будешь замуж выходить. Хе-хе-хе-хе-хе. Ты всегда можешь попросить кого-нибудь из девочек. Думаю, это лучший вариант. Женя покраснела, надулась и отвернулась. Вот сам иди и проси, и мерки с себя сними, потому что сам его и наденешь. Ну и как ты вообще себе представляешь, что я так просто подойду, например, к Славе и спрошу, а не сочлешь ли ты мне свадебное платье? А ты скажи, что это для конкурса костюмов. Нет, как-то глупо. Для костюмированного балла. Женя удивилась, но сразу же спорить не стала. А я пробью идею у вожатой. Будь спокойный, нечего будет смущаться. Свадьба как часть представления. Заставим Шурика и с Электроником разыграть первый выход человека в открытый космос. Мику пусть косплеит Ленина на броневике. А мы с тобой поженимся. Реконструкции, какого же исторического события ты хочешь это сделать? Какая разница, господи, хоть свадьба Екатерина II и Петра III? Нифига у тебя исторические познания богатые, дружище. Незавидная судьба тебя ждет, муженек. Ухмыльнулась Женя. А не важно, я же просто для примера. Видишь, ты уже шутишь. Все равно это как-то... Доверься мне. Ладно, если ты считаешь, что все получится. Ну что, никто не вернулся? Начало светать, лихорадка вновь напомнила о себе и, похоже, усилилась. Моя щепионерка будто бы заплутала где-то в лесу. Кажется, меня опять кинули. Впрочем, в этот раз я не особо обольщался. Мне хотелось лишь вернуть мир на округе своя. Чувствовал себя коматозником, который просыпается и не узнает окружающий мир. На востоке багровым зарем плывал горизонт, полевая небо всполохами огня. Вдруг в этом мире изменились не только его обитатели. Еще несколько минут, и лучи палящего солнца, добравшись до этой маленькой полянки, сожгут меня вместе со всем чертовым совенком. Да нет, нет, нет. Нет. Нет, нет, нет. Кажется, ты о чем-то крепко задумался, спросил у себя я. Мой голос. Че тебе надо-то? Удивился его появлению я. Да, двойники, двойники. Может быть, ты думаешь, в какой момент все пошло не так? Кто-то нашибся. Я думал не об этом. Терзаешься сомнениями, задаешь все вопросы, на которые никогда не найдешь ответов. Я просто хочу, чтобы все это прекратилось. И твое присутствие этому вряд ли способствует. Все давно прекратилось, дружище, если ты об этом. Что-то незаметно. Для всех, кроме тебя. В тот день в автобусе ты принял неверное решение и умер. Я внимательно осмотрел свое тело. Оно болит, значит, я жив. Не очень-то я похож на мертвеца. Думаешь, на самом деле все так просто, как в кино? Не хочешь помнить момент, когда жизнь покинула тебя? Хочешь помнить свой последний вздох? Момент перехода. Первые мгновения на новом уровне существования. Что-то я не понимаю. Получается, я умер еще тогда, в реальности? Нет. Тебе был дан шанс, но ты им не воспользовался и попал в свой персональный ад. Лимбо, если тебе угодно. Ой, открыл Америку. Что я не знал? Это ты знал, но не знал, что теперь ты тут остался один, а выхода отсюда нет. Все, я знал. Хотя бы предполагал. Ну, а ты тогда как же? А меня тут нет. Я твоя галлюцинация. И Ле согласился его мерзким смехом. Вот это до боли знакомо, но почему повторяется именно сейчас? Правду говорят, что беда не приходит одна. Да ради бога. Закрыл глаза и для надежности еще и отвернулся. Не надо так с ним. Он тоже один из нас. По крайней мере, он когда-то таким был. Знакомый голос звучал несколько иначе. На поляне передо мной стояло уже двое пионеров. Клин клином вышибают. Из него уже вышибли все, что можно. Значит, еще не все. Они спорили, а реальность потеряла для меня всяческий смысл. Смотрю, он уже совсем умом тронулся. Ничего особенного пройдет. Как в той истории, которую мы рассказывали Ульянке, подписавшись именем несуществующего друга. Сумасшедшие возвращают себе драк суды, а нормальные обезумивают. И опять этот дьявольский смех. Думаешь, а ты с ним в первый раз? А разве не в первый? Я точно знаю, что не в первый. Он думает, что помнит все, что готов ко всему, что знает наперед поведение каждого пионера. Но он забыл так много. Он забыл, быть может, самое важное. Да хватит уже! Вдруг эти двое раступились, и вперед вылезла ушастая. Я всегда ее несколько опасался, потому что мне казалось, что ничего хорошего от нее ждать не стоит. Более того, где-то в глубине души она вызывала у меня какой-то животный первобытный страх, словно боязнь темноты. Да и не верил я никогда в ее истории. Малана — это наше подсознание, его скрытая часть. Что за бред? Не видите, что ли, что ему плохо? Никакого толку от вас! Вот ты! Тыкнула она пальцем злого пионера. Бегом в меспункт за таблетками! Какими таблетками? Несколько опешил он. Не знаю, какими! Ты у нас тут самый умный! Разберешься с таблетками! Пионер обреченным вздохнул, медленно поплелся в сторону лагеря. А ты! Она посмотрела на доброго. А ты! Тоже найди себе какое-нибудь занятие! Бей богу, точно слушать твое нытье от него только хуже! Но ведь я хотел помочь! Не помогаешь! Вали отсюда! А помахал рукой и сделал такое выражение лица, что в голове промелькнула мысль. Ну, точно недовольная кошка. Пионер не стал спорить и последовала за своим двойником. А что теперь? Спросил я без особого энтузиазма. Меня обманывали уже не раз. Не намерен я верить ей и сейчас. Никогда бы не подумал, что из всех местных обитателей именно ушастая придет мне на помощь. Ох, только на словах! Ладно. Что, опять думаешь получится сделать из меня идиота? Из последних сил поднялся, у меня потемнело от боли в глазах. Но куда я пойду? Надо было самому взять шприц. Почему вообще я решил, что самоубийство здесь это конец? Эй! Ужас ты одним прыжком подскочил ко мне и придержал, чтобы я не упал. Ты действительно хочешь, чтобы я поверил, что ты мне помогаешь? Ну, а что я по-твоему делаю сейчас? В конце концов, я всегда вам помогаю. Ну да, конечно. Я вновь опустился на землю и тяжело вздохнул. Идти мне в таком состоянии действительно некуда. И когда твои пионеры вернутся? Скоро вернутся. Неопределенно ответила она. Ладно, посидим. Подождем. Какого хрена я оказался на площади? Ульянка гонялась за электроником, тщетно пытаясь отобрать сделанный из картона, сильно помятый шлем космонавта. Сценка первого выхода человека в открытый космос не обошлась без курьезы. А, ну понятно, это бал. Ой, до земли был ближе. Хватит бегать, убьетесь. Даже не знаю, что в данной ситуации ее волновало больше. Женя, стоявшая рядом, дергала меня за рукав, но я слишком увлекся с представлением и сразу обратил на это внимание. А почему она не в платье? Ты уверен, что нам стоит это делать? Так ты же сама хотела. И ничего я не хотела. Ты предложила, а я согласилась. Мы сто раз это обсуждали. Все по-настоящему. Сама же знаешь. Ах, значит, теперь не по-настоящему. А, все, не по-настоящему. Просто мы в этом мире, не забывая, через пару дней все повторится, никто не помнить не будет об этом. Да, но я-то буду. Так кого ты больше стесняешься? Окружающих или сама себя? Женя покраснела и ничего не ответила. Ладно, идите одевайтесь, скомандовала нам Ольга Дмитриевна. Готова? Женя кивнула. Ну что, посмотрим. Через 10 минут на площади разыгралось странное для обычного пионерлагеря зрелище. Странным оно было даже для Савенка. Я и чувствовал себя странно, стоя посреди толпы пионеров в старом советском костюме с чужого плеча. Конечно, не торжественный фраг, но всяко лучше шорты, рубашки с коротким рукавом. Женя была облачена в наспех скроенное подобие свадебного платья. Я бы сказал, что оно выглядит нелепо, но только не сейчас. Какую сценку вы разыгрываете? Ольга Дмитриевна, какая уже разница? Давайте начинать. Ну ладно. Меня, видимо, она смотреть решительно не хотела. Все будет хорошо. В толпе пионеров весело улыбалась Мику. Лучше бы подыграла на баяне каком-нибудь, дура малолетняя. Лена, как обычно, краснела, но изредка бросала на нас пристальные взгляды. Алиса перед всем своим видом пыталась дать понять, что ее сюда затащили насильно, и будь ее волей, она бы лучше играла на гитаре или просто отсыпалась. А вот Ульянка была от всего представления явно в восторге. Детям для счастья много не надо. Слава уже как будто действительно радовалась за нас и мило улыбалась. Давай уже закончим с этим побыстрее. Кажется, еще немного, и Женя засмущается насмерть. Ладно, мы готовы, крикнул я вожатый, и предстояло сказать то, что обычно говорят на свадьбах. Точных слов я не знал, и все заготовленное заранее успешно забыл. Клянусь, и в горе, и в старости, что ты мямляешь, ничего не слышно, весело закричала Ульянка. Тихо ты, а то окажешься на месте Жени. Угроза подействовала на нее мгновенно, и Ульяна замолчала. В общем, это... Еще минуту назад я был готов покляться, что я абсолютно спокоен, сейчас не мог мыловить ни слова. Что я чувствовала Жени, оставалось лишь догадываться. Я собрался с духом. Клянусь, было быть с тобой в горе и в радости, в богатстве и в бедности, до конца дней своих, пока смерть не разлучит нас. Для этого весело галдящие пионеры мгновенно замолчали. Наступила такая тишина, что я слышал, как бешено колотится мое сердце. Женя все... Ну, а теперь ты, она набрала воздух и выплывалась к разговорке. Согласна выйти за тебя замуж, обещаю быть с тобой в беде и в бедности. Все, толпа взорвалась смехом. Впрочем, для меня слова Жени прозвучали вполне серьезно. И давай уже заканчивать. А как же, а теперь вы можете поцеловать невесту? Женя сверкнула глазами, явно давая понять, что в данной ситуации можно обойтись без поцелуев. Наверное, она права, а для этого будет время. О, да, у нас будет время! Вид у него был такой, что казалось, он бы сейчас с большим удовольствием сжимал в руках монтировку. Электроник, пару кадров на память. А, он же влюблен, типа, в это. Да, он педик. А, может быть, поэтому он и стал педиком? Кто его знает? Кто его знает? Ха, те электроники. Помедлила немного, но все же состроила из себя некое подобие улыбки. Да, все получилось как надо. Даже лучше, чем надо. Женя впервые за все время посмотрела мне прямо в глаза, улыбнулась и сказала, «Да, наверное». И я снова очнулся на сраной полянке. Очнулся я, когда день уже клонился к вечеру. Жар отступил, а на правой руке обнаружился след от укола. Неужели ушастая действительно помогла? Поначалу просто не верилось в то, что кто-то здесь способен на добрый поступок после всего, что случилось в последние дни. Я с трудом поднялся и направился в сторону лагеря. В конце концов, в лесу мне точно делать нечего. А хуже... Уже как будто и быть не может. Раз за разом в голове мелькала лишь одна мысль. Надо дотерпеть, надо пережить эту неделю. А дальше все будет проще. Я восстанавливаюсь физически. Появится даже немного времени, чтобы восстановиться морально. Главное не отчаиваться, не опускать руки, не удавляться. Ему лучше умереть, чем так жить. По площади туда-сюда весело носились пионеры с рюкзаками, сумками и пакетами. Все собираются. Или это поход? Угу. Вожатая. Я застыл как копанный. Мир находится в постоянном движении и меняется на глазах. Еще вчера они хотели меня убить, а сегодня... Эй, Семен! Крикнула вожатая, грозно посмотрев на меня. Кто я? Ты ко мне обращаешься? Почему ты еще не собрался? Собрался? Я скорее забрался. Сегодня последний день смены. Опять забыл? Ну-ка марш собираться. Мне не хотелось с ней спорить. Просто не было сил. А удивляться я перестал уже давно, поэтому лишь бросил. А ничего, что я в таком виде? А что с тобой? Искренне удивилась вожатая. Бежал по лесу и упал? Что за бред? По какому лесу? По какому лесу я буду бегать? Ладно, это твое дело. Мы уезжаем через полчаса. Опять опоздаешь, останешься еще на одну смену. Ухмыльнулась она. Останусь еще на одну смену. Нет, это точно не входит в мои планы. Как бы то ни было, но появился шанс выбраться отсюда. Пусть даже таким дурным способом. Я медленно поплесся к остановке. Перед автобусом столпился весь лагерь. Все ждали вожатую, а ведь не в ее правилах следовать своим собственным правилам. Ой, а что с тобой случилось? Участлива поинтересовалась пионерка из медпункта. С тобой все в порядке? Можешь дать пластырь? Ага, подорожник приложи. Небось налакался и в канаву упал. Ну да, кто бы говорил. А вдруг его в волки подрали? Нет, то я шопу подеру. Просто тихо сидел на бордюре, опустив голову на руки. Уже не хотелось думать о том, что будет завтра. Пойду ли я на новый виток или все наконец-то закончится раз и навсегда. Может быть впереди меня ждет что-то другое, что-то лучшее. Другие плакаты. Когда я проснулся, Женя рядом не оказалась. Наверное, она ушла по каким-то своим делам. Сдалась ей вся эта игра пионеров, ей богу, особенно в первую-то брачную ночь. Потянулся и сладко зевнул. Ну и ладно, зато смогу сделать ей сюрприз. Нарву цветов в лесу. Не бог везет какой подарок, но я знаю, она любит ландышенька. Я не понимал, почему женщинам нравятся цветы. Почему не крапива тогда или борщевик? Это же тоже растения. И хороши они в своей естественной среде обитания, а не в горшках и вазах. Причем какая разница, если каждый раз, когда я дарил Жене ландыши, ее лицо заряло в случае зарной улыбкой. Конечно, может делать даже не в цветах. С букетом в руках я вбежал в библиотеку, громко распахнув дверь. За столом библиотекаря сидела хмурая Алиса и лениво полистала какой-то журнал. О, новобрачный приперся. Пробурчала она, глядясь под лобью. Привет, а где Женя? Не знаю, попросила меня тут посидеть за нее и сама куда-то ушла. Ну да, моя Женя может даже Алису уговорить. Ладно, тогда я... И что-то она совсем не сияла от счастья. Бросила Алиса мне вслед. Куда же пошла Женя? Может тоже решила сделать мне сюрприз? Да нет, сюрпризы не по ее части. Наверное, просто время завтракать. Я пошел. Нет, я побежал в столовую. Три весело галдели пионеры, весело стучала посуда и даже обычная хмурая поварих оказалась сегодня необычайно веселой. Заметил я Славю и подошел к ней. Привет, не видела Женю? Славя посмотрела на меня удивленно, а потом слегка смутилась и отвела глаза. Она, кажется, пошла на остановку. Зачем она пошла? Не знаю. Тебе лучше спросить у нее самому. Если успеешь, поспешище, если успе... Успею, если поспешу! Выбежал я! Угу. Женин взгляд был устремлен куда-то далеко к горизонту, запаляя леса вслед яркому летнему солнцу. Странное выражение лица, в котором селились и грусти, ожидания и томления, но в то же время Женя выглядело совсем не так. Я не узнал ее. Автобус? Лучше? Нет, поверить в это могу. А, я вернулся к тому автобусу. В реальный мир. Может быть, раньше было лучше? Конечно, всегда. Савенок скатился, братан. Раньше всегда было лучше. А что происходит? Меня опять кидает между реальностями? Привет, я тебя искал. Прозвучал глупо, мой голос заметно дребезжал. Просто надо было что-то сказать. Я не тянул фальшивую улыбку и пытался говорить приветливо. Что тебе надо? Холодно ответил Женя, не оборачиваясь. Я проснулся, а тебя нет. Вот и Женя резко развернулся и сверкнул глазами. Я уезжаю, сказала она неожиданно спокойным тоном. Куда? Домой. Здесь не ходят автобусы. Какие, черт, автобусы? Ходят. А я принес тебе... Я дрожащей рукой попротянул Жене букет, который тут же полетел на землю. Не нужно тебе от меня ничего. Ты вчера знать тебя не хочу. Не понимаю, что это меня нашло, но уверен, что во всем ты виноват. В чем? Во всем. Это дурацкая свадьба. То, что было ночью. Но мы ведь договаривались. Ты сама этого хотела. Еще пару недель назад. Пару недель назад я тебя даже не знала. Да, наверное, все началось именно тогда. Или продолжалось. Мне уже наплевать. Я решил, что могу быть счастлив с Женей. Она исчезла так же, как и появилась. Внезапно. Женя, сидящая не в библиотеке, а на крыльце столовой. Это было так давно. И однажды я уже потерял надежду. Перестал быть человеком, но потом встретил ее. И жизнь как будто дала мне второй шанс. Пусть даже и в этом странном мире. А потом она ушла. И спустя бесконечность циклов я все забыл. Я стал прежним и вновь перестал быть собой. Может быть, он был прав? Что ты такое говоришь? Мы знакомы уже. Я даже не знаю, как давно мы знакомы. Я с тобой не знакома и не собираюсь знакомиться. Знать тебя не хочу. Подожди, мы ведь... На меня вдруг накатилась внезапная слабость. Я опустился на колени, чтобы не упасть. На безымянном пальце правой руки горело обручальное кольцо. Я физически чувствовал его жар. На, забирай! Женя достал что-то из кармана и швырнул у меня. Пойду пешком. Покрутил в руках тоненькое золотое обручальное колечко и заплакал. Так, как никогда не плакал раньше. Ни в этом, ни в прошлом мире. Вот так-то... И тогда всё закончилось. Навсегда. Наверное, во мне всё же оставалось что-то человеческое, поэтому я и решил всё забыть, чтобы окончательно не сойти с ума. Но теперь воспоминания вновь со мной, а с ними вернулась и боль. Не такая острая, притупившаяся со временем, но всё ещё разрывающая на части. Будто бы меня растерзали на куски, и остался только небольшой кулачок плоти по странной случайности, наделённой сознанием. Но целая, и даже не часть целого, а всего лишь досадная случайность, допустимая ошибка в безупречном уравнении этого мира. Не грусти, брат. Ко мне подсел какой-то пионер. Опять ты? Кто я? Да какая к чёрту разница? Ты и он, этот, тот, все вы на одно лицо. Пионер ничего не ответил, лишь усмехнулся. Пришёл поиздеваться? Лучше бы вы меня тогда убили. Но ты ведь всё вспомнил. Вспомнил, от этого только хуже. И ты сам во всём виноват. В чём? В том, что тогда хотел помешать тебе уехать вместе с ушастой? Я же знаю, что в том автобусе был именно ты. Лицо пионера оставалось бесстрастным. Может я, может не я. Какая сейчас разница? То есть ты выбрался и вернулся, чтобы поиздеваться надо мной? А разве ты сам так не делал? И избавь меня от своих морализаторских травоучений! Ради Бога! Стоял на коленях и смотрел вслед, медленно удаляющийся Жене. Вот она скрылась за поворотом, и её больше не вернуть. Впрочем, я знал, что это уже не Женя. Моя Женя исчезла ещё вчера, а это бездушная кукла, лишь похожая на неё. Но похожая настолько, просто сказка не могла длиться вечно. Этот мир настоящий ад, а я в нём демон. Демонам не суждено познать счастье. Скажи мне только одно, наконец, нарушил я молчание. Почему всё так? У тебя был шанс, был выбор с самого начала, ты мог повести себя по-другому, многие всё сделали правильно. Совсем не так, как ты, и подобные тебе. Ну да, они выбрались, теперь живут счастливо, вместе со своими куклами, в реальном мире ухмыльнулся я. А ты считаешь, что твоя жизнь лучше? Он сделал ударение на слове «жизнь». Если ты во всём виноват, если ты забрал у меня Женю, внутри росла ярость, хотелось наброситься на него и забить до смерти. Но я даже не был уверен, что этот пионер материален. Да и что бы изменилось? Ты бы мог быть счастлив с каждой из девочек, ведь именно поэтому они все здесь. Такого ответа я не ожидал, но ведь они все нереальны, здесь реальны только я, ты, мы все и Женя. Это только для тебя, в твоём мире. Ты же знаешь, что реальностей много, и в каждой ты сам определяешь твою судьбу. Возможно, когда-то был всего один Семён, но в этом лагере перед ним открылась масса возможностей. Кто-то смог выбраться и сейчас живёт счастливо, как ты выразился, а кто-то застрял, как ты, например. Так что это за место? Кто ты такой тогда? Можешь считать меня вожатым. Пионер улыбнулся, искренне без доли издёвки и растворился в воздухе. От его слов мне стало почему-то немного легче. И чё, я сел в автобус и укатил? А, нет, вернулся в ту реальность, где я брошенный, как цветок на поле скошенный. Мир в одну секунду словно накрыл туманом, а затем перед глазами сверкнула яркая вспышка. Я огляделся и понял, что исчез автобус. Исчезли все пионеры. Что такое случилось опять? Ворота тихо скрипнули, я инстинктивно спрятался за памятником пионеру. На остановку вышел Семён, один из Семёнов, но выражение его лица мне было до боли знакомо. Я давно забыл, что и сам могу выглядеть так же. Он долго смотрел на дорогу и затем направил зад в лагерь. Не доверяй ему, сказал я на автомате. «Ты кто?» Удивился Семён. «Стой, не подходи!» «Ладно, стою». «Ты видел его?» «Разговаривал?» «О, это отсылка!» «Это было уже в этой концовке». «О ком ты?» «Ты знаешь». «Да». «Что он тебе сказал?» «Да ничего особенного». «Он давал тебе советы?» «Говорил, как себя вести?» «Угрожал?» «Да нет, ничего такого». «Он мне показался весьма странным, но не более того». «Запомни, он может быть не один». «Точнее, он-то один, но ты можешь встретить здесь множество похожих на него пионеров». «А кто ты сам и от кого прячешься?» «Ох, ты поймёшь!» «Со временем помни!» «Главное найти выход!» Вдруг поднялся настолько сильный ветер, что из деревьев полетели листья, перед глазами опять сверкнула та же вспышка. И я проснулся. И через мгновение, словно из ниоткуда, вновь возник автобус и пионеры. Не знаю, зачем я всё это сказал ему, просто посчитал это правильным. Если бы я помнил, что такое угрызение совести и раскаяния, возможно, это именно они. «Пионер должен быть всегда готов!» Знакомый голос прозвучал, как гром среди ясного неба, а знакомый шлепок по спине вывел из состояния... Передо мной стояла Женя. Я сразу всё понял. Моя Женя, не кукла. «Но как?» Только и смог прошептать ей. «Я не знаю». Она улыбалась, но голос её дрожал. Тогда, после свадьбы, я проснулась в другом мире. И уже думала, что потеряла тебя. А потом... Потом было столько витков. Я почти забыла. «Прости меня!» Тихо сказал я. «Прости меня за всё». Но это ничего. Потом пришёл он и сказал, что сможет провести меня в тот мир, где ты сейчас. Сначала я не поверила, но... Вот я и здесь. Я вскочил и сжал Женю в своих объятиях. «Прости, я забыл, забыл всё. Забыл тебя. Сделал столько плохого. Не верил, но надеялся. Прости. Задушишь!» Женя высадилась из моих объятий. «Но теперь-то я здесь, а значит, всё в порядке», сказала она сквозь слёзы. «Как ты можешь быть так спокойна? Потому что я всегда знала, что мы снова будем вместе». Женя подняла правую руку и на безымянном пальце я увидел колечко, сплетённое из лепестков ландыша. А я своё потерял, прости. «Ничего, купив, но вылыбнулась она». «Эй, садитесь в автобус, вы двое!» Недовольно кричала Ольга Дмитриевна. «Ну и что, хэппи-энд?» Как любит вставлять Женя Баженов. Всё так просто? Для человека, который причинил столько зла, пусть даже и в воображаемом мире в награду «Клёвая пионерочка». За последнюю неделю я пережил столько всего, так всегда тебе самое интересное. Не думаю, что ты хотел бы поменяться местами. Да уж могу представить. Только всё равно это интереснее, чем дни напролёт просиживать в библиотеке. Странное у тебя понятие об интересности. А ты уже думал о чём? Что будет потом, завтра? Нам ведь надо как-то встретиться в реальном мире. «Да, точно, сейчас адрес свой запишу». «Ну да, ты ещё письмо отправь». Я глупо улыбнулся. Я запомню, говори. Мы обменялись Жене адресами и телефонами. Странно. И почему нам раньше не приходило в голову этого сделать? Наверное, мы и не надеялись выбраться из этого мира и просто не хотели вспоминать о прошлой жизни. «А как оно будет? Как думаешь? Как обычно? Или мы просто заснём?» Женя обняла мою руку и прижала всем телом. «Я надеюсь. В конце концов, это не самый плохой вариант. Даже один из лучших, я бы сказала». Женя зевнула и закрыла глаза. «Спокойной ночи. Увидимся». Я ничего не ответил и лишь продолжал смотреть в окно на пролетающий мимо ночной пейзаж. Лагерь совёнок остался позади, и я больше никогда туда не вернусь. Да, уж в этом я был уверен. Однако он всегда будет частью моей жизни. «Там я изменился, изменился несколько раз. По сравнению со временем, проведённым там, жалкие 50-60 лет, что мне предстоит прожить в реальном мире, а ты оптимист, дружище. Особенно после того, как тебя так знатно отмудохали и ты подхватил столбняк какой-то. «Да, наверное, ты действительно плохой, как и говорил тот пионер». Пробурчала Женя сквозь сон. «Что?» «Ничего, спи уже!» Засмеялась она и больно ущипнула меня. Всё-таки тёлочки любят плохих парней. «Опаньки!» «Реальный мир!» То есть я всё-таки Семён. «Потеря ориентации в первое мгновение, чувствую тревоги, даже паникой. Вернулся в свою старую квартиру, но не узнавал ничего вокруг себя. Такое ощущение, будто бы оказался в доме, где жил много-много лет назад. Вроде бы всё на своих местах, а ты уже ничего не помнишь». Ооо, даже пионер проснулся. «Мне теперь не 17 лет, но и на свой реальный возраст я не выгляжу тоже. Всё прошло нормально. Переход случился без последствий». Женя бросился к столу и трясущейся рукой стал записывать адрес и телефон. Конечно, я никогда бы не смог их забыть, но лучше подстраховаться. Что дальше? «Как устроен этот мир?» «Здесь другие законы, которых я уже не понимал и раньше. Теперь вообще слово «новорождённые», которого заставляют жить взрослой жизнью. Всё потом. Сейчас надо найти Женю». В дверь позвонили. Она уже приехала. «Реальные люди, не пионеры, надо открыть, ничего не поделаешь». Вернулся, мне предстоит жить в этом мире. С трудом подошёл к двери, медленно открыл замок, схватился за ручку и замер. «Ну, и долго мне тут стоять?» Рывком распахнул дверь и увидел Женю. Она выглядела почти так же, как в лагере. «Но как?» «Ты же помнишь, что я всегда появлялась в лагере на неделю раньше тебя? Вот и назад я вернулась раньше». Забыл про совёнок, забыл про реальный мир. Главное, что мы снова вместе. «Снимай свою уродскую кофту, давай трахаться». «Так и будем стоять?» «Да, прости». И Женя слегка спрыгнула на пол. «Сейчас, подожди, это надо сделать сразу, а то потом может быть не до того». Она хитро улыбнулась и начала рыться в сумочке. «Дай руку!» Протянул ей правую руку и Женя надела мне на палец кольцо. Совсем простое, как тогда в лагере. А у неё на пальце в тусклом свете пыльной люстры блестело маленькое золотое колечко. «Наверное, это мне стоило кольца купить». «Но суть по убранству твоего лежбища не похоже, что у тебя есть на это деньги». И мы засмеялись искренне от души. За окном падал настоящий снег, белый и пушистый. В темноту ночи разрезали тысячи огней большого города, который пел на сотни голосов, напоминая, что мы всё ещё живы и всё ещё вместе. Я нежно провёл рукой по щеке Жени, тёплая и настоящая. «Теперь-то ты не исчезнешь». «Ну уж будь уверен, ты мне ещё за кольца должен». Я заключил Женю в объятия и поцеловал так, как никогда прежде. По-настоящему. И чё, всё? Даже заставоньки нету. Сразу в главное меню. Ну ладно, друзья мои, что такое? Походу на этом действительно всё. Большое спасибо, что вместе со мной прошли через совёнок, так сказать. Теперь уже мы сюда, наверное, больше не вернёмся, поэтому предлагаю помянуть бесконечное лето лайком под видео и подпиской на лайв-канал, где выходила вся эта феноменально длинная серия летсплеев. Вы можете посмотреть в плейлисте с самого начала, если уж не знаю, если вам совсем нечего делать. А на сегодня всё. с вами был Юрий Хованский и на этом я рад распрощаться с Алисой, с Женей, с Ольгой Дмитриевной, со всей этой шоблой и отправиться в реальный мир заниматься реальными делами, которые по сути-то ничем не важнее того, чем я занимался в совёнке. Субтитры создавал DimaTorzok